Здравствуйте, читатели Ахакаси. У нас сегодня в гостях руководитель фонда «Опора» Александр Векшин, а также бывшие сотрудницы комитета «Семей воинов Отечества» Марина Гайфулина и Марина Мартынова. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Васильевич, на выходных было распространено видеообращение одного из участников СВО, которое утверждает, что вы не предоставили фуру для отправки гуманитарного груза. Поясните, пожалуйста, насчет обвинений в ваш адрес. Да, всем еще раз здравствуйте. Я, конечно, был поражен, когда мне ребята отправили это видео, потому что я поначалу подумал, что это какой-то украинский фейк, потому что за ту помощь, которую я сегодня оказываю ребятам на СВО, за те мои действия, в этом году я уже два раза был на СВО, и когда стоит человек в маске, в непонятной форме, без заплатных знаков, и предъявляет некое обвинение, которого я в жизни не видел ни разу. Я видел, конечно, что, как мне потом опояснили, что Надежда Зунова водит с собой двоих СВОшников ребят для пиара, но они всегда были в масках, я даже не знаю, как он выглядит. Но, тем не менее, стоит сказать, что это Ародан, это... Я не буду, конечно, его не оскорблять, не переходить на мат, потому что, во-первых, я его не знаю, уважаемый или неуважаемый, я не могу сказать, потому что... Но я уважаю его статус и явно его действия, поэтому я буду относиться к нему как к уважаемому человеку. Это, получается, тот человек, на квартире, у которого нашли калиматоры? Да, это тот самый человек, когда была опубликация недавно, значит, который, по словам Надежды Зунова, руководительского комитета Сибирных Слочих, отправила 13 калиматорных прицелов, которые предоставили строители, что они уже в зоне СВО. Она так доложила и Сергей Михайлович Соколов, значит, и Алиеву, которым он дал, значит... Тем не менее, при обыске ОБЭП, когда написала одна из ее участниц, которые сегодня здесь с нами, заявление на него, они были изъяты у Ародана на квартире, в которой они лежали и ждали, не знаю, каких они дальнейших действий. Но, тем не менее, ОБЭП их изъял эти калиматорные прицелы, которые, я думаю, что они в дальнейшем пытались использовать для дальнейшего обогащения. Это вы так считаете? Это мое мнение, чисто да. Ну, может быть, и я ошибаюсь, дай бог, потому что человек, который с оружием в руках защищал нашу Родину, что делал я, не может так поступать. Но люди меняются, поэтому я надеюсь, что все-таки... Но, тем не менее, ОБЭП взял и объяснение. А самое главное, что его подруга, она же всем сказала, что они уже в зоне СВО на Украине. Они были изъяты. Вот это уже сам факт, нестыковки, говорит о том, что они, скорее всего, их пытались использовать не по назначению, как было передано им от строителей, жителей Хакасии. Давайте по обвинениям в ваш адрес. О какой фуре он говорит? Почему ее вы не дали, якобы? Причем здесь вообще... Я поясняю всем жителям Хакасии за это видео. Я, конечно, благодарен ему. Сегодня, кстати, поднял мой рейтинг на небывалую высоту, потому что все люди знают меня и не знают, кто такой Родан. Когда я его называю каким-то знаменитым командиром, и вагнера, у меня много друзей сегодня, которые вагнера, и которые сейчас находятся в зоне СВО, они не знают такого человека. Но есть, конечно, некоторые знают. Но как личность известная, которая сегодня вправе обвинять меня, которая уже 30 лет занимается патриотикой, воспитательных солдат наших, наших ребят, сегодня те ребята, с которыми мы проводили военные сборы, им уже как 50 лет. Они уже стужили варьми и вернулись обратно. Они до сих пор... Давайте по фуре. Да, по фуре я вам скажу одно, что никаких заявлений мы не получали. Я лично не получал. Давайте объясним читателям механизм. Вот к вам обращаются заявления, просим выделить фур. Во-первых, так. У меня никогда не было и не было и нету фур. Я работаю с человеком, предпринимателем с города Сеногорска, Симонов Юрий Иванович, который владелец транспортного предприятия, который нам пошел навстречу и выделяет нам фуры для доставки гуманитарного груза в зону СВО. Первые две фуры нам он давал вообще бесплатно. Потом говорит, Сенович, есть все равно солярка, заплата водителя. То есть надо... Можно я хочу брать вас только за солярку и заплату водителя? То есть мы заказываем фуры по 175 тысяч рублей. Тот же... В один конец или в оба? Нет, в один конец мы фуру везли, а там они берут груз, ну и, наверное, обратно что-то они там как-то отбивают. Потому что понятно, что она обратно пустая не идет. Вы деньги собираете с благотворителей на оплату? Да, деньги за... Вот если мы фонд опора набирают груз, который нам заказывают... Все заявки нам идут на Юрия Николаевича Курлаева, на главу Республики Акассия. Мы их обрабатываем и по возможности приобретаем те вещи, которые нам заказывают ребята с Перевка, с СВО. Мы их приобретаем, оплачиваем фуру, в эту фуру загружаем и повезли. В этот раз-то было как? Никто ко мне не обращался. Нам обратился человек, он назвал себя я, создавитель Узуновой. Потом говорит, ты хоть хоть имя-то есть? Он говорит, да, Витя. Ну, Витя, Витя. Человек по имени Витя. По имени Витя, да. У нас, говорит, есть примерно одна треть фуры, вторая, свободная. Если у вас есть ваш груз, пожалуйста, мы можем его загрузить и доставить туда. То есть он говорил, что фура у них есть? Нет, я говорю, что у них есть груз. Нет, у них есть груз. Они говорят, дайте на фуру. Хотя они такая же автономная организация, которая люди сдают им гуманитарную помощь, они ее собирают в одну кучу, заказывают фуру, как они делали в прошлый раз, почему Симонов сегодня от них отказался, потому что они в прошлый раз взяли три фуры, когда он ездил в предыдущий раз, и не заплатили ему ни за одну. То есть они его должны 2525 тысяч за три фуры. То сегодня тот же аэродан говорит, что мы взяли две фуры за 600. А раньше они вообще брали по 250. Ну, тут тоже вопросы есть. Так как он им под честное слово отдал или что? Да, он патриот нашей Родины, нашей России. И он говорит, я не могу на этом зарабатывать, поэтому если есть у меня возможность помочь нашим бойцам хотя бы в доставке помощи, мы ее окажем. Я вам уделяю фуры, пожалуйста, грузите, везите ребятам передать от меня привет. В прошлый раз я привез ему багажное кисьмо от главы Луганской народной республики за представление вот этих фур именно по себестоимости. С себестоимости, это сколько вы сказали? 185 тысяч. Это соляк от зародоводителя. То сегодня люди, которые, ну, по большому счету, кинули этого человека, они сегодня заказывают за две, а дают 600. А за три они, предыдущие расстанцы, не нашли возможности. Мы бы те 600 тысяч купили бы рации. Ребята, мы сами купим рации на те деньги, которые нам сегодня сдают. Как-нибудь без вас обойдемся. Если у вас есть свои сборы, вы там поете, концерты делаете, вам несут люди, собирают деньги. Поэтому вы рассчитываете и на доставку. Никто вам, значит, то есть вас не будет дублировать. У нас сегодня мы груз собрали, заказали фуры, повезли. То же самое народный фронт делает. Поэтому не надо бегать, и кто-то вас там не дал фуру. И хотя я, кстати, вижу бойца в ЧВК, которые плачут, чтобы ему там не довезли конфетку. Я знаю, что он там матерился, там что-то обзывался. Я знаю, что уважаемый там, неуважаемый. Уважаемый, я уже ходил на караван, когда-то еще ходил в горшок. И поэтому вот эти все свои слова там, я приеду, пожалуйста, приезжай, разберемся. Ребята, твои бывшие служивцы, мы готовы с тобой встретиться, готовы с тобой тему обсудить. Я знаю, что ты нормальный человек, без вопросов. Ну, просто ты попал в подлияние. Сегодня являйся марионеткой на одной из дам, которая назовляется Надежда Узунова, которая просто вами крутит. Вы им нужны просто как руководители и участники испово. В свое время она, полгода ей прокатывало, что она мать двоих мобилизованных. Потом, когда народ узнал, что она никакая не мать двух мобилизованных, она нашла себе другого друга в СВО моего товарища, с ним там маленько крутила. Потом, когда он понял, кто она такая, они, конечно, разбежались. Он женился сейчас на другой. Она нашла себе двух братьев и таскает их во всех мероприятиях. Причем, я думаю, что он специально, я их видел на двух мероприятиях, они все были в масках. Как мне сказали друзья, которые с ними общаются, маски их заставляют специально одевать, потому что она говорит, что ей не нужны герои рядом с ней, она должна продавать только свое лицо. А завтра эти ребята не понравятся, она просто их поменяет на других. В масках не тот, типа, и не заметит, что с ней общаются люди с другими фамилиями, другими именами. И я сам самоглавное скажу, что уважаемый Андрюша, значит, 600 тысяч потратили сегодня на фуры. Ты почему, как ветеран бою действий, как участник своего, который переживает за своих ребят, которые сегодня, на два дня, или на три дня, пришла фура позже, что там, они что, голодали, или там, что там, от голода умерло 10 солдат, или там, мы что, или мы там БК не подвезли. У гуманитарного груза нет срока, так сказать, доставки. Мы груз собрали, в прошлый раз мы тоже собрали груз, отправили, сказали, что груз идет 5-го числа, но, к сожалению, машина сломалась за роги, поэтому он пришел не 5-го, а 7-го, да? Никто не плакал, потому что я вот уже в этом году говорил, что два раза был на СВО, и когда я говорю ребятам, ребят, что вам надо привезти? Они говорят, Сань, нам ничего не надо, у нас все есть. Ну, если вы признаете лишний калиматар, лишний там, конечно, он пригодится нам, но мы сегодня находимся на службе в Российской армии, у нас все есть, у нас есть БК, у нас есть одежда, у нас есть пища, у нас все есть. Ну, конечно, лишняя там посылочка из дома от мамы, от сестры, от жены нам не помешает. Он, кстати, про это и говорит, что помощь адресная была. Да, не помешает. Помощь адресная, ну, на видео видно, что они так же разводят наш крат, мы же понимаем, что фура приезжает, 40-футовая, она не может каждую посылку разъехать, развести по месту дислокации, да, пацанов? Поэтому они так же уже этот склад, потом они якобы это все разводят, это делаем мы. Я езжу туда только тогда, когда надо мне доставить груз бойцов из Хакасии на переднюю линию фронта. В прошлый раз я брал также бывшего вагнеровца, ну, больше не бывает. То есть я поехал в Кременную, прямо передок, да, и вот со мной был водитель, был Ромашов, я без стеснения могу сказать, что 200 метров по нам отработали 5 градов. Переняли фронта, меня туда не хотели пускать, но не повезло, что на последнем блокпосте стоял наш парень стоимо под зоной Хакас, поэтому я говорю, ребят, ну вот я везу именные подарки генератор Мавик, поэтому пропусти меня, я говорю, я сам в тянувые действия. Я всегда говорю, если сужено утонуть, не сгоришь. Поэтому я говорю, ну пропустил меня, мы нормально все отвезли, есть много миллионов записей. Мне все ребята говорят, Саня Сеич, что ты не пиаришься, допустим, узнобана, отвезет две коробки и снимет 5 клипов. Хочу сказать для тех, кто сегодня оказывает помощь комитету семейных служащих, именно Узуновой. Комитет это, в принципе, подразделение, структуру, которую создал президент для помощи. Но сегодня в Хакасе комитет, конечно, имеет, я думаю, больше нарицательное имя, потому что мы знаем, я знаю этого человека, она у меня работала два года под моим началом и заниматься начала благодарительностью, потому что она видела мое отношение к этому делу и потом переняла и решила, что она будет сама. Я уже опубликовал, да, и печатал, что, как она начала эту деятельность, когда она берет у меня на Мавик. Поясните, что такое Мавик. Мавик, это квадрокоптер стоимостью около 400 тысяч рублей, который она мне написала, что, Александр Васильевич, я еду на СПО, я тогда отправлял ее, мне надо вот шамана, почему-то, Арадан раньше был шаманом, она почему-то ему возила. Я ей выдаю этот Мавик, ну, я знаю, что, в принципе, ребята достойные, хотя, я знаю, что есть, был приказ у вагнеров, девятый, это Уткин, который погиб, гонпомощь не выпрашивать. Значит, мы сами, самодостаточные бойцы, но, тем не менее, она все время возила, и, кстати, да, Арадан, та помощь, которая в феврале к тебе, когда она приехала, к тебе, когда мы ездили туда, когда мы жили в комендатуре Луганской Народной Республики, человек, который ты обвиняешь, достойный офицер, Сергей Грачев, об этом тебе еще укнется, я думаю, что, потому что я отправил это все в военную комендатуру Луганской Народной Республики, что достойный полковник, во-первых, заместитель главы Луганской Народной Республики, комендант, и он сегодня меняется, что мы там с ним там чего-то банчили, я говорю, я этого человека знал, как руководителя боевого братства Луганской Народной Республики, и когда мы к ним приехали в ЛНР, они нам просто предоставили жилье, там, где жил я, где жила Надюша, где, значит, жили наши ребята, и они нам дали склад, куда мы смогли это все выгрузить, потому что фура, она, сами знаете, приезжает, выгружается, и ей, он ли завтра, заказ с Ростова был, надо ехать обратно на Хакасию. Так вот, те 7 бронежилетов, 7 касок, 2 гидроновых ружья, 4 квадрокоптера, и 2 коллиматорных плицела, это я тебе передал, потому что она пророчила, у меня есть знакомый шаман, который сегодня находится в Попасной, мне нужно ему ехать с пустыми руками, то, что она тебе привезла, если, конечно, привезла, в чем я, конечно, сомневаюсь, это мой подарок, вашему подозрению. Своеобразно отблагодарили. Да. А как вы думаете, Курлаев-то чем он мне не уводил? Курлаев, я не знаю вообще, как они могли затронуть этого святого человека, который на протяжении двух с половиной лет только делает тем, что занимается нашими бойцами, Моризов. У него тысячи благодарственных писем от ребят, которые находятся на СВО. Причем он душой переживает за каждое, то есть у него вот какие по песен, мы каждый день, каждую неделю собираемся, и обсуждаем. Понятно, что денег там не хватает, понятно, что сегодня уже третий год идет специальная операция, что люди уже подустали, да, уже сборы не такие. Люди уже, ну, даже последнее отдают уже с натяжкой, потому что уже подустали люди, понятно, что говорить. и мы вот из тех заявок выбираем те наиболее важные, считаем каждую, смотрим с больной в душе, кому помочь. И вот последний раз, вот Марина ездила сейчас, мы отправляли фуру, вот она буквально приехала неделю назад с СВО, я ее в предыдущий раз, она ездила сейчас, значит, она также передала Мавики, антидроновые ружья, значит, автомобили, мы там передали ребятам, значит, у нас все под запись, все под видеофиксацию, что мы берем, что мы передаем, у нас на каждую, то, я думаю, что у нее, потому что я знаю этого человека, она отдает, и если там сейчас проверить, да, я кто передавал автомобиль, особенно, через СВО передать ребятам, пожалуйста, придите и проверьте, а тем, кто делал свои взносы в КСВО, вы вправе прийти и попросить отчет за те деньги, которые вы сегодня отправляли на помощь СВО, потому что я еще раз хочу сказать, что вот эти ребята, комитет семейного служащих, которые сегодня едет сопровождать фуру, они с собой берут семь-восемь человек, она, туда, уже устраивает экскурсии, чтобы привести в зону СВО, фотографироваться, поснимать ролик, хочу сказать, что каждый ролик, который она сегодня выкладывает, что-то ли там такое героически, он примерно стоит 100 тысяч рублей, потому что они тратят 700-800 тысяч на поездку в ЛНР ДНР своей бригадой. Во-первых, билеты до Москвы, билеты от Москвы до Луганска, до Донецка, потому что они там снимают дом, стоимостью там 80 тысяч. Бригада, это, как правило, женщины. Ну, женщины, там она берет своего сожителя, вот этого, значит, Родана, получается, личная надежда же не занимается разгрузкой фурм. там есть волонтеры, там не надо туда брать, я сюда езжу, там сюда парни и волонтеры помогают, туда не надо. Чего человека хватает для того, чтобы привести эту гуманитарную помощь? Я сама справилась с этим, одна, и мне парни помогали в этом. Я не просила кого-то то есть на месте, кого-то привезли, они сами не забирают. Мы созваниваемся, говорим, где все, находимся, они приезжают, забирают все. А зачем тогда я хочу на свободу, то есть Альяна, я думаю, что, кстати, те ребята, кто-то сейчас изнащается, вот конкретно изнащается. Тратит народные деньги, которые люди сдают на помощь ребятам, которые находятся на СВО, она тратит их на поездку своей бригады, чтобы снять от себя фильм родной и показать его, потому что ей надо продать этот клип жителям КСВО, чтобы они дальше не следить. А денег в КСВО сейчас мало, поэтому, видимо, и пошли обвинения в ваш адрес. Потому что они сегодня почему это делают? А перед кем долги? Перед фурами, перед глазами. Можете просто спросить, у нее самоличные отдали ли они долги? Передо мной у нее долг. Пусть не маленькая сумма, ну, маленькая, вернее, сумма, там, 9 тысяч рублей. Берем, чтобы покупали с карты общие. А вам за что она должна? Мы, когда вместе работали, была такая ситуация, что нужно было приобрести один из. И в моменте мне говорят, что, ну, давай, приобретем. Это было на сборах на мою личную карту, где я собиралась из Сибаканского района. И все, я сужу такая, ну, как так, я с этой карты буду, блин, оплачивать. В итоге я оплачиваю, что я делаю? Я вношу сама свои личные деньги. То есть у меня деньги, они всегда имеются. У меня муж военный. И вот, я оплачиваю эту сумму, позже пишу смс о том, что, кто бы вращать деньги. Звонила сначала Аленам двум, они сказали с Надеждой Александровной созвонятся, но в конечном итоге я потом сама лично не писала, она мне не ответила. Все. Думаю, из-за чего, думаю, из-за чего это так произошло, потому что, когда у нас конкурс случился, когда мы уже знали о том, что она ворует, должна была в поездку ехать к Марине. Подождите, давайте, вы считаете, что она ворует, ну, давайте, значит, это ваше личное мнение, потому что мы такие... Это мое личное мнение, да. Даже была ситуация у нас, мы были все в комитете, кроме Марины, бухгалтера. Просто с общих денег, собранных людьми, она берет и дает человеку. То есть, мы никто не скидывался бухгалтеру, чтобы она там что-то посчитала, что-то сделала. Это были прям с народных денег. А за грамоты забрала второй раз? Да. От этой? Да. То есть, это нигде не было прописано. Потом мне девочки говорят, что мы имеем на это право давать народные деньги, ну, вот этому человеку. И плюс, в этот же день она мне говорит о том, что не 48 тысяч рублей, я забрала их, потому что я их туда вносила. То есть, от того она получается 58 тысяч она забрала. Куда она их делала? Произошла странная ситуация. Когда я уже стала уходить, меня отстранили, грубо говоря, от всех дел. То есть, она взяла этот чек за подарочные карты РБТ. При Марине, Марина еще там находилась, говорит, вот эта Марина я сейчас забираю, это мои личные деньги, я со своей карты рассчитывалась. Она действительно рассчитывалась со своей карты в РБТ. Но, деньги нам перевела Олеся Шигина, руководитель всего вот этого, получается, проекта, который был кино на службе Отечества, и когда приезжал Олег Газманов. То есть, мы рассчитывались уже за эти карты деньгами Олеси Шигиной, при Марине их забирают повторно. Где же это не воровство? Мы считаем, что это воровство. Это очень легко доказать. Чеки я скидывала ее дочери, Верине, это все можно восстановить. Верине я сюда приезжала на открытие этого фестиваля. Билеты покупались в прошлую их поездку в августе месяце с карты моей, которые приходили туда поступления, 225 тысяч мы оплатили в аэропорту. В которой я была тоже присутствовала. То есть, вы понимаете, что вы речь? Я оплатила этими деньгами, которые были у меня на карте, я купила билеты на сколько человек? На 8? На 7? На 7? 7 у нас ехал. 7. Кроме нее, она ехала за свой счет. То есть, ну почему здесь не воровство? Про коллиматоры хорошо, тема такая. 13 было, 9 осталось. Где остальные? По поводу того, что я сама лично присутствую и доверяю своим глазам, когда нас собрал у себя депутат, я не знаю, депутат, правильно как назвать, Верховного Совета Андрей Иванович Алеев, он задал конкретно вопрос Надежде. Надежда, где коллиматоры-строители? Она приехала, мы с Мариной находились, там, это, грубо говоря, была проведена им общая ставка. Он ее предупредил. От того, как ты сейчас ответишь, зависит дальнейшее наше сотрудничество. Она сказала, они на Украине, давным-давно. Он говорит, Надь, я тебя, говорит, еще раз спрашиваю, где коллиматоры? Она говорит, девочки, поворачиваются к ним, смотрите, что он спрашивает. Мы-то сидим, хорошо, говорит, они на Украине, все. А он уже знает от полиции, что их изъяли на квартире у Ародана. Ну как? Ну ты вот даже вот перед человеком сидишь. И она начала говорить, вы лучше вот у Марины спросите. Она набрала там в комбате своему мужу, который прячется, никуда не едет на Украину, набрала ему одежды и не отдает. Хотя это ездила со мной Алена Капустина, брала своему мужчине, отвезла его в Рубцовск, одела его, за один с половиной тысячи набрала мультикам. Да, я звонила этой женщине Светлане, говорю, Светлана, здравствуйте, мы с комитета. Мы иногда там периодически что-то брали, когда нам нужно было срочно. Потом Алена взяла ему форму, взяла ему рюкзак. Она отвезла это все. Давайте спросим у нее, значит, мужчины, привозила она ему мультикам, или нет, провожала она его в Рубцовске, или нет. Ну где вранье-то? Мой муж, который прячется, никуда не ездит, сидит дома, щи-борщи варит. Так как он может прятаться, он контрактник обычный. Ему сказали ехать сегодня, он поехал. Не сказали не ехать, он не поехал. Он не мобилизованный. Ему вот как говорят, тогда надо ехать, а не как он пожеланил. Там такого нет у них. Пришла разнарядка, нужны люди, люди уехали. Не пришла, они уехали. Все. В чем проблема? Деньги, да, собирались на мою карту. Да, мы покупали. Да, снимали деньги. Да, она брала. Я точно знаю. Я готова была. Мы написали заявление, да, проводилась проверка. Я дошла до Сергея Михайловича Сокола, дошла до Москвы, позвонила Юлии Белиховой, говорю, вот так, и так, и так. Она приехала в Москву, начала там плакать, рассказывать всем, что я приняла у нее деньги, что у нас какая-то личная с ней финансовая, хотя если начать копать, то есть это у меня с ней большие-большие проблемы. И теперь у меня из-за нее большие-большие проблемы в плане финансов. То есть она как-то людей обрабатывает. По поводу того же Ародана можно сказать, что человеку просто доносят то, что надо. Ародана людей стравливает. У нее прямо вот это вот, это, не знаю, на высшем уровне у этого человека. Все, кто ее знает, ей люди в рот заглядывают. Думают, что она вот реально, ну, только крыльев не хватает. Пообщавшись поближе, ты понимаешь уже, что это совсем далеко не так. Сказать честно, что человек, она, ну, я даже не знаю, я привела ее в юридическую компанию, чтобы нам помогли кое-какие дела сделать. Так сотрудники этой компании потом мне потихонечку сказали, что мы как бы с ней работать не будем, там, ну, нам как бы такая слава не нужна. Ходить там, грубо говоря, светиться, мы человека пригласили на выставку, он говорит, вы меня, пожалуйста, больше никуда не приглашайте. То есть это не тот человек, с кем мне нужно рядом быть. То есть ему, говорит, и ее бывшие сотрудники, например, с ТВСМ, да, или там откуда-то, они сказали, а вы что вообще, зачем, вы зачем помогаете-то ей? Тем не менее, Узунова числить со сотрудником, заместить... Всегда Узунова была, знаете, и в соцтруде. Я пришла тогда в комитет, я ее увидела первый раз на встрече с Путиным, просто увидела где-то этот ролик. Потом я услышала, что это женщина из Хакасии. Даже тогда для меня, как бы, была такая, знаете, ну, ничего себе, это как это так, она женщина, да, там, она все может... Я сама написала ей ВКонтакте, сама написала, говорю, здравствуйте, чем я могу помочь? Я вот такой-то там, я живу в Абакане, там, говорю, я внучка героя Советского Союза, там, Доможакова Михаила Егоровича. Она говорит, да, конечно, такой человек должен быть в нашей команде, как бы. Я думаю, ну, все, я потом как-то с ней вы должны были встретиться. Первый раз мы встретились, второй раз. Потом я ей звоню, говорю, я вот сейчас нахожусь в районе соцзащиты, говорю, могу заехать. Она говорит, да, заезжай, и там девчонки есть. Я заезжаю, прихожу к девчонкам, а там одна из, я ее как бы знаю, у нас дети вместе в садик ходят. Ну, и все как бы, я встречаю Алену, там, здравствуйте, здравствуйте, все, я буду помогать. Сходу они мне говорят, короче, мы карту не можем ни на кого открыть. Ты будешь у нас, короче, за деньги отвечать. Я говорю, я тоже карту не могу открыть. Я официально в декрете, там, я получаю пособие, как бы мне вот эти лишние какие-то на моей карте проблемы не нужны. Ну, как я буду это, каким доходом я буду это обозначать, да? Вы же знаете, сейчас при начислении пособий смотрят просто, что на карте происходит. Они говорят, ну, у нас, знаешь, говорят, некоторые, как в районах же тоже собирают деньги на карту. У нас некоторые на маму могут открыть, на папу, там, на дочь. Я говорю, ну, у меня у дочери как бы есть карта. Они говорят, ну, все, давай, ты тогда отвечаешь за деньги. Ну, вы так можете человека, который только пришел, вы его не знаете, в первый день назначить. Ну, ладно, Алена видела меня там в садике, понимает, что я там как бы хожу. Ну, хорошо, меня назначили на деньги. Первую поездку мы насобирали, вот когда Марина в этой участвовала, более 6, около 700 тысяч с районов из предприятий. То есть, это такие предприятия, как статистика, арбитражный суд. Они деньги передавали конвертики, налички, ну, как бы налички. Мы эти деньги все складывали на карту. Просчитывали, что нам нужно. Например, дорога всех, питание там, бензин, проживание. Мы снимали дом, 8,5 тысяч дом этот стоит в сутки. А люди сдавали, на мобилизованных? Люди сдавали эти деньги, то есть, израильные. Что там за дом такой? Ну, шикарные хоромы, наверное, к сожалению, я не наехала. Обычный дом? Обычный дом? Расскажет, как это дизель, да. Да, и вот мы это все просчитывали. То есть, вот у нас около 680. Ну, вообще, в принципе, можно поднять. Я же говорю, у меня все есть, я карты все предоставила, просто у сотрудника, может быть, какие-то трудности, он, может быть, не понял, сколько лет я работаю. Комитет даже 3 года не существует, если уж на то пошло, да, чтобы смотреть доходы за 3 года. Ну, карты мы готовы все показать, билеты, как покупались, мы тоже это готовы доказать. Ну, ладно, все, мы собрали, купили билеты на всех, вот как раз Марина получила, что говорит, возьмите меня с собой. Потому что у нас уже было все прописано, рассчитано, все хорошо. Покупаем билеты, там еще не получается такая ситуация, что мы купили Сергею Казьмину, репортеру, он должен был ехать, там у него что-то, его с работы не отпустили, в общем. И нам дали взамен какого-то другого парня, билеты у нас были куплены на СССР, они невозвратные, но там вроде как бы нам что-то вернули деньги за Сергея, мы купили билет на другого человека, потому что у нас в Грузии, я повторюсь, было все рассчитано. Остальные деньги мы снимаем, то есть это если поднять по дням, можно посмотреть. Мы снимаем все с карты, остатки, это было 354 тысячи рублей. Почему 354? Потому что у меня есть даже листочки, где я все записывала. Сколько стоит дом там на 8 дней, там что-то больше 45 тысяч. А сначала 5, потом они продляли. И вот получается, остальные деньги я ей в офисе отдаю наличкой. Это было с тем условием, что им на обратную дорогу, то есть билеты были куплены только в одну сторону. На обратную дорогу, плюс там на передвижение какое-то, там на бензин, еще на что-то. Вот, то есть 350 тысячи, 354 тысячи я отдаю. Все, они уезжают. А как они выезжали, добирались, даже те же сотрудники, которые сейчас там работают, они мне названивали и жаловались. Видать, пытались как-то понять, как им оттуда, вот теперь выезжать. Потому что Надежда Александровна, как получилось так, что она вообще бросила всех и уехала, грубо говоря, с ребятами, а девочки должны были добираться сами. Выезжали они уже тогда, то есть она уехала вот как раз-таки с Сараданом и с Бойбой. Мы приехали в Волгоград. Дальше они на перекладных выбирались. Один из сотрудников просил деньги у мужа, чтобы муж ей перевел, она купила билет. В Москве они где останавливались, это также опять-таки мой знакомый, с которыми я познакомила, попросила, говорю, Александр, девчонки выезжают, говорю, ЧП, денег нет даже на пост, говорю, возьми их к себе. Кто такие, что случилось? Я говорю, я сейчас работаю в комитете, ну как бы помоги, говорю, они вот там возили гуманитарха, у него мама живет в Белгородской области, то есть им для этого, ну как, они с этим, грубо говоря, столкнулись, а мы познакомились с ним через моего мужа, когда они вот первый раз ездили на Украину, они вот познакомились с этим Александром. Да, и вот девчонки, им пришлось первый раз там ночевать, второй раз они ездили, они там ночевали, а теперь просто они используют этого Александра. Я уже говорю, Саша, так ты откажи, то есть они даже сейчас продолжают ездить и пользоваться тем, что они ему позвонили с аэропорта, он должен за ними видеть или приехать. То есть куда делить 350 тысяч, неизвестно до сих пор. Как вы езжали? Я объясняла Марине уже, что им деньги давались, закладывалось, то есть 225, значит обратно. Так что, вот рации это где? Да. Получается, смотрите, мы приезжаем в Волгоград, там снимаем, как мы ходим у нас, то есть все эти, шевроны там, это Победа у нас, все, мы там снимаем видео и начнем в отеле. То есть это все за счет то, что ну вот деньги скидывают. Да, отель мы Волгограде оплачивали. На следующий день нанимают машину большую, не знаю, как она называется. Семьместные, черри, кига вы поехали. Да, и на ней мы едем. Тоже его проплачивали. То есть соответственно, да, оплатили, деньги оплачивались. Мы все, получается, сюда уже приезжаем, рассветываемся и на следующий день по-моему, приезжает фура и мы их распаковываем все. Остальное то, что там осталось, мы там сколько, недель-полторы прожили, там остались вода. А зачем там полторы недели жить? Они ездили куда-то, я еще не понимала, не вникала. Она туда ездит отдыхать и снимать видеоролики. Самое главное, что бы сказала Марина, что они разумели в этом доме и когда у них закончилась, кстати, деньги, они просто все, что там было, коммунитарка, которая на своей находилась в доме, где они разгружали ее, они ее бросили и выехали. Да, там оставалась коммунитарная помощь. То есть отдали ее не полностью. Возможно, после пацаны парни приезжали и мы все разгружали. Воду, консервы, одежды и так далее. Все то, что осталось там, уже осталось там. Был еще один такой случай, по которому у нас были большие проблемы, то есть по которому мы тоже обращались, ну, как бы просили тоже провести проверку. То есть на погрузки, это вот в то же время в августе, да? Да, в августе они ездили, потому что Надежда Александровна вернулась буквально перед школой, что вот ребенка нужно было собирать, почему я запомнила, что в августе. То есть к нам обратился парень и говорит, есть оборудование, которое вам очень хорошо поможет. Ну, то есть мы как бы послушали, поспрашивали, нам говорят, да, действительно, такое оборудование облегчило бы жизнь нашим парням. Мы кинули по всем группам, ну, то есть своей и по всем районам крич, что давайте приобретем, поможем нашим парням мобилизованным там и так далее и тому подобное. Все начали общий сбор, все начали скидывать деньги на этот, мы обозвали это оборудование «Глаз фронта». Ну, то есть это такое оборудование, которое там 10 тысяч там что-то или сколько-то там метров, глаза снайпера, грубо говоря, он там сидит и все видит далеко-далеко. Мы говорим, ну, конечно, да, надо. Мы собрали, значит, этот большой сбор. Деньги за оборудование, они находились уже там, и Марина с ними была, Мартынова. То есть мне поступило такое указание, наверное, от Надежды Александровны, что мне нужно связаться с этим парнем, который нам предлагал это оборудование, забрать его, договориться, что когда Надежда Александровна приедет, мы рассчитаемся. И я как бы выступила гарантом, грубо говоря. Ну, в общем, мы взяли в долг, по-русски говоря. Стоит оно полумиллиона рублей. Хотя сбор, как мне сказали, объявить на 700 тысяч, чтобы был запас. Собирали мы 700. Насобирали мы, конечно, половина 350, но за это оборудование, которое они забрали и передали, я ничего не имею там против мобилизованных или там контрактников или ЧВК «Вагнер», но мне просто наши руководители с районов задали вопрос, а почему мы ЧВКшникам передали глаз фронт? Группа «Ничем нет». То есть мы этот глаз здесь в ВВК не даже не видели. То есть они, я договорилась о том, что они его там забирают с определенной точки, скинуло место куда, вот туда они уезжали, где они его забирали. Тем более ЧВКшникам-то не нужны, учитывая, что это такое, если вы наносили, когда выходили, да, там что-то непонятно было. Можно ей более косписать, потому что там вы есть хорошие знакомые. Да, и получается вот Марина была. Глаз передали мы в Донецке, ЧВК «Вагнеру», не буду говорить кому, они, ну, ребята все равно поймут это уже. Вот и дали ему. Хотя люди, хотя люди, даже та же. Абсолютно. Александр Васильевич, вы, сегодня написали заявление в полицию, да? Да, я сегодня, потому что то видео, которое сегодня опубликовал Ародан, это, конечно, оставляет меня, мою, ту работу, которую я, я не буду говорить всем на мат, потому что я выше вот этих всех. Я понимаю, что он просто человек, которому дали озвучить письмо. Вы написали заявление? Я написал заявление в полицию, да, чтобы разобрались, что я там саботировал, какие отношения имею в форум, кто ко мне обращался. А самое главное, что они тронули Юрия Николаевича, значит, и Сергея Грачева, человека, который, я там указал, Юрия Рязан, этот ролик. Я думаю, что проверка начнется, и все, прохиорги, поставят на свои места. То, что ребята, его, в том числе, большие служители, они тоже видят это видео. Мы ждем тебя с удовольствием и встретимся. И не надо нам пальчиком бросить, никто тебя не боится, запомню это. Всегда готовы на конструктивный разговор. А самое главное, Андрюша, если хочешь узнать правду, выслушать две стороны. А то, что не в этом поет подружка твоего брата, это 100% ложь. Спасибо, что пришли. Пожалуйста.